всем привет это гайдао сегодня 14 лекция курса формальная верификация лекция читает андрей ляшин андрей добрый день добрый день да напоминаю что можно задавать вопросы по ходу лекции можно поднимать руку или писать в наш чат в телеграме мы вежливо перебьем андре и зададим вопрос так что не стесняйтесь что-то непонятно на андрей все выступаю микрофон сегодня у нас лекция номер 14 и она будет посвящена продолжение работы с контрактами rc20 который мы начали 12 лекции и всем попробуем писать какую-то спецификацию для него я прошлый раз немного рассказывал про тот язык который мы будем использовать но перед тем как мы это будем делать я хочу немножко рассказать о той автоматизации которая и кода генерации которые ну вот в нашей системе происходит ну и в принципе она достаточно типично в общем то если мы используем вычисление на стоит маналах она достаточно типичная напрашивается сама собой вот но тем не менее этот шаг мы конечно пропустим потому что но вот объяснение того как построена кода генерации потому что это несколько десятков тысяч строк кода который конечно объяснять не очень интересно теоретический теоретически какой-то нагрузкой они несут является является по большому счету просто инженерной реализации тех подходов о которых мы говорили на предыдущих лекциях значит итак я буду напоминать до походу потому что мы не уверен что все все были на предыдущих лекциях значит тут у нас есть контракты rc20 написанный на написанную на коке на на dsl который называется ursus и который вот разработан в компании которые работаем значит контракт простой вот но тем не менее все те методы которые мы сегодня будем обсуждать они переносятся практически в том же виде на на более сложные контракты на более сложные свойства и в общем то пока речь идет пока только о спецификации записываются но похожим образом давайте посмотрим на ту систему да значит которую я тут подготовил она несколько не тривиально но тем не менее поясню сейчас что что происходит значит для того чтобы запустить все процессы кода генерации нам необходимо подготовить соответствующие файлы их несколько но не очень много и значит файл лекция 14 я специально поместил вот такой заголовочек который ну вот как я уже много раз говорил компилироваться ни у кого не будет но зато но собственно он и не должен компилироваться поскольку это лекции мы изучаем теоретические основы для тех кто захочет это много раз это отмечал еще раз повторю для тех кто захочет это попробовать сам значит нас предусмотрены индивидуальные какие-то варианты взаимодействия с разработчиками мы можем мы можем в личных переговорах значит этот код в каком-то виде дать там либо виде докер контейнера либо там еще чего-то но для этого для того чтобы это сделать значит нужно будет пообщаться со мной например телеграме и написать что вот хочу попробовать какой-то мотивацию дать вот значит пока пока это не является опен-сорсом все насчет вопрос там о том когда и при каких условиях это станет опен-сорсом он решается совсем на моем уровне вот но сейчас на моем тоже да но не только не только с моим участием насчет поэтому вот такой заголовочек мы сделали он содержит некоторые команды которые понимать которые не взять потому что это часть кода генерации она не касается на спецификации ничего в итоге в итоге насчет компиляции вот этого файла только компиляция файл 14 обычно в наших систем называется просто main.v возникает некоторое количество дополнительных файлов которые мы сейчас будем смотреть насчет во первых я создал некоторые директории который называется rc-20 не положил туда файл который называется rc-20 которым находится контракт с таким же назвать этот полностью копия того что находится файл который называется вот чем 12 здесь есть те же функции они привычны это просто результат трансляции солидите привычных функций интерфейс rc-20 которые ну все знают и наверно пояснять пояснять которые особо не нужно значит вот здесь есть некоторые функции часть из них самостоятельные например там функции transfer from она никого другого не вызывает а вот функция мент она вызывает функцию мент с почерки но это некоторая реализация на самом деле не единственное возможно я даже не помню кто ее автор вот какая-то одна из реализации рc-20 меня есть свои особенности вот которые тоже мы сегодня будем обсуждать значит давайте посмотрим какие файлы в итоге у нас возникают значит еще для того чтобы это все запустилось мы написали файл экран он тоже содержит некоторые заголовочные конструкции довольно типичные дальше в нем перечисляются все те функции для которых мы хотим создать вот на нашу кода генерации насчет это кода генерация будет создана только для тех функций которые здесь написаны вот здесь два файлика раны здесь еще добавлено одна функция которая интересная да будем ну посмотрим на нее в конце ну то есть чем она отличается от трансфера она называется трансфер штрик да поэтому она как бы намекает на то что на чем-то похоже но значит чем-то отличается значит вот этот файлик ран здесь есть иран один тоже и дальше вот процесс многократная и многократной компиляции порождают порождают вот эти директории которые называются и волос xx functions и тактикс значит эти директории порождаются полностью автоматически и мы посмотрим сейчас ну какую-нибудь из них для того чтобы понять какие объекты там генерируются значит ну давайте возьмем экзекс и здесь довольно большое количество файлов вот ну на каждый на каждую функцию которую мы на каждую функцию которую мы задали файлерам создается два файла ну вот возьмем например вот так вот результат этой кодогенерации значит что здесь написано я тоже приснять не буду но самое главное самое главное что в итоге работы вот этой кодогенерации из вот такого представления вот вот видите вот такого представления функции конструктор которая написана на встроенном dsl до которой мы пользуемся для эмуляции поведения солидите значит появляется то что называется экзек да то я рассказывал об этом на лекции посвященным посвященную стоит монадам и экзек это экзек стейт экзек стейт это некоторая конструкция которая если передать некоторое монадическое вычисление и некоторое начальное состояние то она собственно посчитает новое состояние которое будет получено результате вот выполнение заданного вычисления ну вот если посмотреть на заголовок вот на самого самого начального терма который здесь создается значит мы создаем некий терм насчет который вот здесь написан вот это его тип и этот тип нужно читать так вот эти фигурные скобочки то палочка там все такое его нужно читать так что и так называемый сигма term и теории по этому поводу не было вот она выходит за рамки этого курса но очень просто понять что это значит это это означает буквально что результат вот этого дефинишина будет такой терм который равен вот этому выражение вот это выражение в свою очередь это как видите тот самый экзек стоит который мы собственно порождаем а дальше результат применения интерпретатора ну к некоторому предвычисленному значению термоконструкции ну то есть вот этот cbv 0 это практически то же самое что здесь написано но с некоторыми дополнительными предвычислениями которые не критично даются честное понимание это связано с особенностями уже конкретной реализации по большому счету из всего из этого нужно освоить следующее что если у нас есть какое-то выражение написанное на встроенном на встроенном языке до который имеет дополнительные конструкторы для реализации своих своей грамматики то что называется дипомбеда да то нам нужно к нему написать интерпретатор потому что сам по себе само по себе вот это выражение само по себе это выражение не имеет никакой семантики это это просто грамматическая конструкция которая последовательно записывает какие-то операции которые пока непонятно что значит да то есть но не ясно что на самом деле означает выражение и ясность это проявляется только после того как мы собственно применяем интерпретатор по сути интерпретатор и задаете семантику этого выражения с точки зрения исполкну с точки зрения порождение конструкции которая является монодическим вычислениями да то есть вот все вот это что написано скобочках то есть по сути монодическое вычисления которое которое еще нужно Еще нужно запустить для того, чтобы, собственно, получить результат. То есть, по сути, интерпретация, вычисление происходит в два этапа. Мы сначала интерпретируем вот это выражение для того, чтобы получить монадическое вычисление, а потом мы запускаем это монадическое вычисление в каком-то конкретном состоянии, получаем новый стайм. Да, совершенно аналогично. Если что, да, если что, выглядят ИВАЛы. То есть, ИВАЛы – это, собственно, вторая проекция классической функции ран, которая просто возвращает значение, которое получено в результате выполнения этой функции. То есть, у нас есть две проекции. Одна проекция – это новое состояние, вторая проекция – это, ну, наоборот. Первая проекция – это результат выполнения, вторая проекция – это новое состояние. Дальше, собственно, идет вот та автоматизация, о которой я говорил. И тут, ну, самое главное, тут несколько конфолдов, но самое главное, вот эта тактика финальная, она, по сути, создает некое выражение, да, некоторое выражение, которое имеет такой тип. Да, что нам это дает? Давайте я вот это вместо выполню, да, чтобы дальше можно было принты всякие делать. Значит, вот это выражение, которое будет получено в результате применения вот этой автоматизации, оно не является человека читаемым. То есть, оно, в принципе, понятной, понятную структуру имеет, да, я буду использоваться своим, своим, собственным написанным принтом, как бы вот, чтобы, потому что у принта, который устроен в КОК, есть некоторые ограничения. Давайте посмотрим, что это за выражение. Вот, оно, вот, собственно, ну, вот это все оно. Ну, это, извините, это уже не оно. Значит, сейчас еще раз. И вот мы будем смотреть сначала. Значит, вот оно имеет вот такую структуру, то есть это, ну, то есть это некоторая функция лямбдовыражения, как бы, от соответствующих аргументов и от начального состояния, которое обозначено функцией. Ну, и дальше здесь идет достаточно сильно вложенная конструкция из множественных летов, из множественных летов каких-то применений каких-то функций, ой, применений каких-то лемб, да, которые, по сути, и задают, собственно, семантику вот этих всех выражений, вычислений, да, то есть язык, на котором пишем, он является полностью формально верифицированным в том смысле, что все свойства всех выражений, они доказаны. Они доказаны, и, собственно, вот этими доказательствами мы и пользуемся для того, чтобы получить истинное значение того, истинный смысл того, что делают, вот, например, операции присваивания, ну, в общем-то, здесь других-то нету. Есть операции присваивания, есть операции вложения состояния в состояние, вот, но, тем не менее, значит, этот язык, он работает достаточно хорошо, и на нем можно, ну, выразительность его практически совпадает с выразительностью солидите за редким, за редким и очень редко встречающимся исключением. Значит, с таким экзеком, вот, да, который здесь написан, ну, работать, в общем-то, невозможно, да, потому что, ну, непонятно, зачем он огромный, во-первых. Почему он огромный, да, он, во-первых, огромный, во-вторых, у него нелинейная структура, то есть, видите, у него там было много-много вложенности этих летов, и понять, на самом деле, что там написано не так уж и легко. В общем-то, на самом деле, это и не особо нужно, но в какой-то момент, ну, на самом деле, это нужно, да, то есть, скажем так, давайте так, чтобы это не было глупости, да, потому что я сказал две противоречащие другую фразу, значит, это не нужно, если вы работаете в автоматизированных системах верификации, да, если все происходит автоматически, то, в общем-то, структура этого терма не обязана быть наблюдаемой. Однако, ну, скажем так, текущее состояние автоматизации доказательств, оно в большом долгу находится, вот, и, ну, вообще в мире в целом, у человечества, и поэтому, ну, далеко не все можно доказывать автоматически, многие свойства требуют ручного разбора, вот, мы это увидим, да, на следующих лекциях, да, на следующей, возможно, лекции, когда уже будем, собственно, те свойства, которые, можете сказать, те свойства, которые мы написали, доказывать, да, и смотреть, собственно, как, как, собственно, происходит доказательство в ручном и, ну, в таком полуавтоматическом режиме, да, значит, это первая часть, да, почему, собственно, ну, особо понимать, что там написано не надо, вот, вот, но именно, именно из-за того, что, ну, довольно значительная часть, ну, сложных кейсов, да, происходит, ну, доказывается все-таки вручную, ну, или, скажем так, полуавтоматически. Неплохо бы все-таки наблюдать, да, то, что мы, собственно, получили в результате вот этого, в результате этой кодогенерации, да, потому что, ну, потому что это, в общем-то, помогает верификатору сориентироваться гораздо быстрее. Вот, поэтому, ну, вот, одновременно такая амбивалентная немножко система, что вроде как и не нужно, но полезно, скажем так. Значит, и поэтому оставшаяся часть вот этого файла, она, по сути, этот терм некоторым образом преобразует до состояния, когда это становится уже более человекочитаемым. Вот, особенность этого преобразования не обязательно сейчас рассказывать, ну, по сути, она делает из него некую-то плоскую структуру, убирает дубликаты и убирает всю ту часть, что, ну, что важно, вот это я скажу, она убирает всю ту часть, которая касается доказательства того, что вот этот терм является таким exact statement, да, то есть, чем прекрасен sigma-терм, вот, который получен в первой функции, тем, что ему, ему не нужно доказывать, по нему не нужно доказывать, что он является exact, да, потому что это содержится в самом, в самом терме, это, так называемые, зависимые типы, и в зависимых типах могут содержаться доказательства, ну, каких-то свойств. Значит, в данном случае свойство выглядит как зависимая пара, да, и просто у нас, как бы, есть объект, и в качестве второй проекции есть доказательства того, что этот объект чему-то равен, да. Значит, это нам важно, это очень важно, потому что, собственно, иначе, если бы мы не имели бы вот это свойство, мы бы, на самом деле, не знали бы, что это за терм, да, то, собственно, мы получили какую-то терм, и что с ним делать, да, значит, мы хотели бы с ним работать как с экзаком, и поэтому в этой первой части, вот в первой кодогенерации этот факт сохраняется, и мы будем его использовать в дальнейшем. Значит, в итоге каких-то вот этих упрощений мы получили, мы получили конструкцию, которая является уже человекочитаемой, является уже человекочитаемой, и выглядит как последовательный набор, вот, видите, на очереди. Вот все, что получилось из этого гигантского терма, который был записан на много-много страниц текста. То есть, ну, вот эта процедура, она выполняется, видите, достаточно быстро, но при этом она очень и очень эффективна, да, с точки зрения преобразования, преобразования одного представления, да, терма, ну, вот, в другое человекочитаемое. Здесь в действительности написаны уже простейшие такие примитивные операции, которые, ну, вот, которые я поясню, что значит, значит, вот эти все операции, там, inch, embed, прочь, embed, это, по сути, это связано с преобразованиями состояния из надсостояния в подсостояние, да, система, вот наша система моделирования состояния выглядит как такая матрешка, и есть некоторые маленькие состояния, например, состояние контракта, состояние блокчейна, состояние, там, системы сообщений, состояние, там, виртуальной машины, это какие-то маленькие состояния, да, они все помещаются в более большое, которое называется Ledger, И вот в этом ленджере это суперсостояние, в котором хранится все состояние текущее, которое доступно верификатору для анализа тех свойств, которые, собственно, он собирается. То есть это практически все свойства поведения смарт-контрактов можно выразить в терминах вот этого суперсостояния. Ну, в разной степени полезно. Какие-то части встречаются часто из этого суперсостояния, какие-то очень-очень-очень редко, но тем не менее все они иногда могут быть нужны. Вот. Значит, это то, что касается операции инъекции и проекции. То есть, как бы одно является проекция суперсостояния на маленькое, другое является, наоборот, инъекция какого-то маленького состояния, большое. Вот. Ну, вот построение таких систем, состоящих из множественных вложенных состояний, является достаточно типичным. Вот. И я не знаю, если... Не знаю, может быть... Может быть, если мы в какой-то момент придем, да, к решению о том, что, например, будем делать второй курс, как бы какой-то advanced, может быть, я тогда про это более подробно расскажу, потому что, ну, вот в таком начальном курсе по COCO, конечно, это не рассказать. Это такое уже достаточно advanced использование, но понимать это очень просто, да, то есть, ну, проекция, инъекция, все понятно. Вот. И, собственно, да. Вот, собственно, и все, да. То есть, по большому счету, вот так вот выглядит эта функция. Она использует, видите, все свои аргументы, name, symbol, dissimals, и они все запихиваются в какие-то кусочки, значит, в какие-то кусочки нашего леджера. Это очень простая, очень простая функция. По сути, взяли аргументы и куда-то их положили. Давайте посмотрим на примере, например, вот, ну, не знаю, как-нибудь transfer from, transfer from, transfer from. Да, вот то же самое все абсолютно, та же самая хода-генерация тоже запустим сейчас и попробуем посмотреть, насколько изменится терм, будет ли он по-прежнему черпочитаемым. Вот, она сейчас досчитает, вот она досчитала, собственно, и теперь мы можем его распечатать и посмотреть, что мы в итоге получили. Значит, вот от этого экзека, ну, для функции transfer from. Вот, видите, для функции transfer from получился экзек поинтереснее уже, да, он, так сказать, как бы такой чуть-чуть менее тривиальный. Вот, и здесь, здесь перечислены все операции, которые происходят внутри функции transfer from, выраженные через последовательную плоскую систему летов. Да, то есть, лета, это, ну, понятно, что лет, это не, ну, то есть, это просто аляс, да, к этому выражению, по сути, это не, извините, это, по сути, то немудавильное присваивание. То есть, по сути, лет, ну, вот этот объект не является переменной, да, и нельзя там изменить, она, по сути, символизирует собой вот этот объект, как максимум. Вот, ну, и в итоге, в итоге мы собрали вот эти леты, начали там с чего-то, потом там куда-то что-то спровицировали, инициировали, что-то присвоили, что-то там посчитали, вот, ну, и дальше в конце все это тоже куда-то положили. Вот, то есть, опять-таки, опять-таки, вот для того, чтобы вот, ну, вот это использовать в ручных верификациях, нужно понимать, что здесь написано. Для того, чтобы использовать автомат, не нужно понимать, что здесь написано. Значит, особенностью у такой записи является то, что, значит, ну, хочу отметить, скажем так, инженерный результат, да, никакого теоретического результата важного здесь нет, но есть инженерный результат, заключающийся в том, что, по сути, вот такая конструкция, она является по размеру линейной от изначального размера функции, и ее создание, как бы ее генерация тоже является линейной по времени от изначальной конструкции. Вот, значит, есть некоторые особенности, ну, в работе тайпчекера Кока, и, на самом деле, доказательство того, что эта конструкция соответствовала изначальному языку, да, является нелинейной сугубо по времени, вот, ну, и там есть свои очень интересные задачи, да, связанные с оптимизацией, вот, как, собственно, ну, максимально быстро уговорить тайпчекер, да, то, что вот это, как бы, оптимизация, это упрощение, по сути, то же самое, что изначальный терм, который, ну, который по определению является экзеком, да, вот мы его немножко преобразовали, и нам так и нужно доказать, что он экзек теперь уже, но мы будем, конечно, пользоваться тем фактом, что вот изначальный терм, конечно, был придан, да, со своей второй проекцией, да, поэтому мы действительно вот таким упрощением, такой-то линеализацией получили, ну, получили то-то-то тоже экзек, да, тоже экзек. Вот, это доказательство происходит в другом файлике, вот, значит, вот эти файлы мы посмотрели, значит, давайте так, я вот попробую дать такое в некотором смысле интуитивное, интуитивный способ, как вот понимать всю эту конструкцию для того, чтобы, ну, ну, она выглядит, прямо скажем, не очень просто, да, но вот давайте так, у нас есть какое-то императивное вычисление, вот она, трансфер, нет, вот она, вот этот трансфер у нас есть, и это записано, как некоторая императивная программа, которая, как я когда-то рассказывал, на каждой операции, на каждой операции, она что-то делает, да, она может потенциально изменить состояние, она может потенциально изменить какое-то значение, которое, каждая из операций, которая там дальше плавно будет куда-то помещаться. По сути, наша State Monada регулирует операцию точкой запятой, передавая, передавая вот состояние из операции в операцию и возвращаемое значение из операции в операцию. В большинстве императивных языков операции значение не возвращают. Это важно, по сути, каждая из этих операций ничего не возвращает, она просто модифицирует состояние и ничего не возвращает. Но можно себе представить конструкции, когда, не знаю, когда они что-нибудь бы возвращали, и тогда это возвращаемое значение тоже бы могло вот так вот путешествовать как бы от операции к операции через монадический биндинг, о котором я вот рассказывал на соответствующих лекциях. Значит, здесь, естественно, нету такого объекта, который возвращается, каждая из этих операций, это операция присваивания, они ничего не возвращают. Они только модифицируют состояние, и здесь вот есть три модификации состояний, переменная состояния loss, переменная состояния балансов, еще раз она же. И вот возвращаемое значение по спецификации, по спецификации РЦ-20, функция трассового форма возвращает тру, поэтому, ну, здесь тоже написано, никакого критического значения это, конечно, не имеет. Вот. Соответственно, вот есть такие операции, и по сути, вот эти операции, записанные на императивном языке, они, так сказать, воспринимаются, да, они воспринимаются, вот как я говорил, как некоторые операции на состоянии. Мы не можем это состояние, так сказать, забыть, да, но оно находится, как бы, так сказать, ну, не подсознательно, да, но оно спрятано, оно как бы является имплиситом, да, имплиситом, оно неявно, неявно присутствует во всех этих подчислениях. И, а вот это, то, что вот здесь вот написано, да, это то же самое, только когда состояние явно задано, и это уже не является императивной программой. Вот то, что написано внизу, это не императивная программа, потому что это, ну, это написано на чистом коке, это декларативная формула о том, как, собственно, работает данная функция. И основная идея, которая, собственно, лежит в основе доказательств императивных программ, да, доказательств свойств императивных программ, заключается в том, что, вот, собственно, вот эта программа императивная, да, преобразуется к виду, который можно назвать формулой. Значит, для того, чтобы эту формулу написать, нам нужно текущее обобщенное состояние, вот видите, вот этот L, ну, это то, что Лазер называется, вот этот L, он задается, но он задается абстрактно, да, то есть ничему конкретному не равен, он просто задается как параметр вот этого вычисления. И тогда, и тогда мы, как сказать, заменяем программу, да, на формулу. Почему? Ну, потому что про программу мы не можем доказывать ничего, да, потому что, на самом деле, программа предполагает наличие контекста, да, а формула не предполагает наличие контекста. И поэтому про вот эту формулу мы уже можем что-то доказывать. Это чистое функционально-декларативное выражение того, что делает вот эта функция, только, ну, только записанное над каким-то конкретным состоянием и с какими-то операциями, связанными с сложением переменок туда-сюда, в этом состоянии вычисления каких-то чистых функций. Или, например, вот здесь вот, например, есть чтение там каких-то переменок, да, то есть, ну, вот, каких-то, которые, ну, вот, входят в эту систему. Вот, то есть каждый из них может потенциально менять состояние, и поэтому здесь все аккуратно, последовательно написано. Мы что-то прочитали, что-то записали, это что-то, что мы прочитали могло поменять состояние, мы это тоже учли. И поэтому, видите, здесь довольно, ну, в итоге довольно много конструкций, которые потихонечку вот так вот просто описывают, что делает каждая, каждая, каждая строчка вот в этой функции. Окей. Значит, ну и вот, собственно, для того, чтобы закончить это упражнение, мы вот посмотрим, например, сюда. И вот здесь вот содержится доказательство, не будем смотреть на вот это, но все. Значит, здесь находится финальное доказательство того, что вот получившееся выражение, вот этот exec, действительно таки равен exec state от результата интерпретации начальной функции. Ну, то есть вот мы с чего начали, да, я хочу обратить внимание, мы темы закончили. То есть мы начали с кода генерации, да, с кода генерации этого exec, вот мы долго это делали, упрощали, упрощали. Да, мы не могли сразу получить его в более простом виде, потому что, ну, просто потому что это линейная программа, она вот что тут написано, она тут прямо и считает. Вот, значит, потом мы это немножко поупростили, как бы с помощью очень простых, на самом деле, вестик, и теперь нам нужно снова вернуться и доказать таки, что в результате этих изменений, в результате всех этих упрощений мы остались в рамках того же самого равенства, которое было с самого начала. Ну, здесь это все, собственно, написано, доказательство в три строчки, очень простое, смысл его никакого значения на самом деле не имеет, да, потому что это, опять-таки, не часть теории, это часть инженерного просто исполнения и может зависеть там от конкретной имплементации вот этого вложения оперативных программ. Поэтому каждая компания, там, не знаю, каждый разработчик может, в принципе, самостоятельно провести вот эту процедуру перевода там из одного вида в другой, но самое главное, самые главные шаги я рассказал о том, что у вас есть какая-то программа написанная, вот, значит, еще раз, какая-то программа написанная на на DSL, этот DSL интерпретируется, результат интерпретации запускается на каком-то состоянии, которое тоже абстрагируется, и дальше, собственно, ваша задача, да, ну, наша задача взять и получить из результата этого запуска какую-то формулу уже, да, какую-то формулу, с которой мы можем работать внутри системы КОК, потому что КОК работает, ну, с формулой, в общем, что-то, потому что это декларативный статус. Окей. Значит, ну, вот, собственно, я рассказал про вот эту часть, значит, дальше здесь есть еще и валы, они абсолютно аналогичные, ну, функции это вспомогательные конструкции, дальше есть еще вспомогательные тактики, ну, опять-таки, ну, мы с ними лучше, мы с ними, с этими тактиками будем знакомиться тогда, когда уже будем что-то доказывать, вот, а сегодня мы посмотрим на то, собственно, что делать, да, какие свойства мы можем написать для того, чтобы с этим, ну, про этот контракт что-то, ну, что-то верифицировать. Основное свойство, да, основное свойство контракта РЦ-20, вот я сейчас так буду рассказывать, значит, я вот в прошлый раз говорил, да, о том, что на самом деле вопрос о том, как написать хорошую спецификацию, он, в общем-то, открыт для человечества. То есть универсальных подходов нет, есть хорошие инженерные подходы, есть хорошие практики сделать, я вот могу рассказать, ну, немножко об одной из них, ну, которую мы только частично сегодня посмотрим. Она заключается в том, что, на самом деле, чем более, чем в большей степени свойства, да, отличается от того, что написано внутри функции, тем лучше. Вот, я это тоже в прошлый раз рассказывал, что спецификация это, по сути, то же самое, только написано другими словами. И желательно еще так, чтобы она была чуть более универсальной. Вот, в прошлый раз я рассказывал про спецификацию алгоритма сортировки, и там вот это очень хорошо видно, да, то есть, ну, как бы функции что-то делают, да, а при этом спецификация для них очень простая. Вот, значит, для императивных программ, обычно для смарт-контракторов так не всегда может получиться, да, и поэтому вам нужно начать с того, чтобы подумать, а какой, не знаю, глобальный инвариант, вообще, инвариант – это, значит, то свойство, которое сохраняется, например, ну, не знаю, в течение какого-то времени, да, или в течение, или, например, после выполнения каких-то операций. Да, инвариант – это что-то, что не меняется, да, ну, вот свойство тоже, знаете, инвариант. Значит, вот, наверное, для такого простейшего контракта, как ИРЦ-20, да, ну, первое, что приходит в голову, не всегда так можно сделать, да, но вот здесь можно. Это, например, сказать, что если у нас, например, не вызывались функции, там, минт и берн, да, минт и берн, то общая сумма всех балансов, всех аккаунтов, да, она сохраняется. А что значит, что она сохраняется? А это означает, что она равна переменам, которые называются Total Supply. Значит, по большому счету, видите, это пример контракта, в котором Total Supply не задается прямо внутри конструктора, и бывают другие реализации, а который предполагает минт. Значит, соответственно, вот с помощью операции минт мы, собственно, порождаем эти токены, с помощью операции берн мы, естественно, сжигаем. Вот, но и при этом вот функция минт действительно, видите, здесь Total Supply увеличивается на тот имаунт, который мы придаем какому-то, какому-то конкретному адресу, какому-то конкретному адресу. Вот, и если мы не пользуемся, да, в течение какого-то промежутка времени ни минтом, ни берном, то сумма баланса всех аккаунтов должна сохраняться, потому что операции Transfer From и Transfer, это и Transfer, это единственные две операции, которые меняют балансы, ну, кроме, собственно, минта и берн, да, и они должны менять так, чтобы что с одного аккаунта ушло, то на другое пришло. Вот, это, собственно, основное, наверное, основное средство, которое, безусловно, при этом не настолько специфичное, да, не настолько специфичное, чтобы говорить, что его достаточно, например, для того, чтобы сказать, что ваша система является системой ERC-20. Его недостаточно, вот, но при этом его особенность заключается в том, что она охватывает сразу несколько функций. И вот это нужно всегда стараться делать. Чем больше свойств, ой, извините, чем больше функций ваши свойства охватывает, тем, на самом деле, лучше. Это вот такая совет из практики, вот. А дальше, собственно, дальше надо думать о том, а как сформулировать уже частные свойства функций, да, для того, чтобы получить вот это общее свойство, там, систем функций или там всех вообще на свете функций, или там, может быть, какую-то часть. Вот. Это вот один из таких подходов. Бывают другие, да, то есть можно довольно долго про это говорить, вот, как вообще, как подступиться, да, к спецификации. Но общая идея примерно такая, что спецификация пишется от, ну, сверху вниз, да, то есть от более общих свойств к более частным. Почему? Да, вот почему? Почему не наоборот? Потому что частные свойства, они очень похожи, на самом деле, на то, что написано внутри самой функции. Если вы будете, ну, так сказать, ориентироваться на то, что написано внутри самой функции, вы очень сложную спецификацию не напишете. То есть поскольку сама функция сама себя специфицирует, то, по большому счету, зачем поставить на нее еще одну какую-то спецификацию, да, она сама, и так, собственно, сама себя специфицирует. Да, поэтому если, если, ну, так сказать, у вас есть, например, какие-то свойства нескольких функций, то уже тогда понятно становится, какие свойства частные, какие свойства локальные вам нужны. Вот. Но сегодня мы как раз будем говорить о локальных свойствах, да, потому что глобальные свойства, они посложнее чуть-чуть, они требуют введения дополнительных конструкций, да, потому что, например, вот этот, вот эта система, да, вот эта система, она никаким образом не дает вам, то есть она дает total supply как значение какой-то переменной контракта, но при этом объект, который называется сумма всех балансов, она не дает, да, то есть, ну, как бы, с одной стороны у нас есть total supply, это явно измеряемый объект, он находится прямо внутри контракта. А то, что называется сумма всех балансов, его нужно как бы посчитать еще, да, то есть нам нужно взять этот баланс off и написать к нему какой-то fold, который по всем, по всем существующим аккаунтам пройдется, просуммирует их, и тогда вы сможете написать там что-то равно чему-то, да, и это будет такой универсальный вариант. Вот. А что это означает? На самом деле для того, чтобы иногда задавать спецификацию, вам нужно писать дополнительные функции. Дополнительные функции обычно, которые нужно делать, обычно это какие-то свертки, да, какие-то фолды, какие-то, может быть, не знаю, ну, может быть, там, три переменных нужно сложить, да, или там вычислить, умножить, неважно, какие-то вычисления над текущими состояниями, над текущими значениями переменных, например, вашей системы, которая в какой-то степени универсализирует, универсализирует это свойство, да, свойство этого варианта. Вот. Но, тем не менее, значит, посмотрим. Теперь вот у меня здесь есть директория Proofs, которые одновременно собраны, вот, ну, для пяти функций. И тут одновременно лежат и доказательства, но я буду доказательства пропускать, да, потому что мы доказательства будем потом отдельно с вами обсуждать. Тем более, что да. Значит, давайте посмотрим, вот как на нашем языке можно было бы, например, написать, ну, вот, свойства функции конструктора, да. Ну, у конструктора тоже есть свойства, да, несмотря на то, что она такая простая, но у нее тоже есть какие-то свойства. И эти свойства заключаются, например, в том, что она действительно берет переменную name с подчеркиванием и записывает ее в переменную состояние, которое называется просто name без подчеркивания. И вот я в прошлый раз рассказывал вот такой язычок, который позволяет, вот, по этой схемке, да, вот по этой схемке, вот эту, в прошлый раз по ней больше рассказывал. У нас есть переходы там, там, между различными состояниями, начиная с L0, заканчивая L' и в течение, исполнения одной функции. И в каждый из моментов времени мы теоретически можем захотеть посмотреть на какие-то значения, запомнить их, какие-то переменные, вот, через выполнение операции wall state, какое-то вычисление на текущем состояние, поместить ее в переменную c1, дальше, ну, дальше ее распаковать, да, потому что переменная c1, на самом деле, она не является чистым значением, она является результатом выполнения, и она, в частности, может такой, это выполнение может кончиться ошибкой, да, поэтому c1 находится объект, ну, похожий немножко на optional, да, похожий немножко на optional, вот, не совсем он, но очень похожий. Вот, тоже, тоже, ну, тоже, по сути, какая-то монада, ну, которая, тем не менее, уже гораздо проще преобразуется в чистое значение. Вот есть такая операция эту value, которая, собственно, берет результаты этого вычисления, как бы, преобразует уже в чистое значение, над которыми мы можем, собственно, вычислять наши варианты. Ну, и вот здесь мы, типа, понять, в каком состоянии так прошлись, собрали все, что нам нужно в кучку, и потом вот внутри вот этого прямоугольника мы оперируем уже чистым значением, мы можем писать произвольный вариант, произвольный вариант, который, собственно, мы хотим. Ну, и, да, ну, вот, возвращаясь, значит, сюда, значит, вот, смотрим, что здесь написано. Да, вот есть такой оператор, да, XX0, это оператор тактик, ну, как, мы работаем, мы работаем в, ну, в профмоде для, это очень удобно, на самом деле, в коке для записи практически всего, и мы потихонечку собираем вот наши свойства, которые называются конструктор name definition, ну, потихонечку, всего две строчки, вот, значит, но тем не менее. Вот у нас есть вот этот конструктор, да, который вызывается над своими аргументами, над своими аргументами, ну, и ему еще там добавляются дополнительно два, смысл технический. Вот, они всегда одинаковые, это, это связано с реализацией локальных переменок нашей страны. Вот, ну, есть вот эта операция execs0, которая, что говорит? Она говорит, возьми функцию, которая написана в скобочках, возьми функцию, которая написана в скобочках, возьми то состояние, которое написано после первого твоего точка, примени, да, вот эту функцию к этому состоянию, предварительно, да, ну, предварительно она зануляет там кое-что, и она как раз зануляет, зануляет локальные переменные, вот, которые являются частью общего состояния, да, поэтому это важно, да, то, что здесь написано execs0. А есть еще функция execs, которая, собственно, не, не зануляет локальные переменные, это полезно, когда у нас в середине, да, что-то нужно вызвать, вот. И вот она, значит, вот эта, вот этот execs0 говорит нам следующее, что возьми функцию конструктор с соответствующими аргументами и примени ее к состоянию LL, назови полученное состояние L1 и измерь в полученном состоянии L1 переменную состояние, которая называется name, да, вот она, да, если что, это непридуманная вот эта name, с ним все хорошо. Вот. Таким образом, таким образом, вот эта конструкция целиковая такая, да, то есть она одновременно, да, здесь, если что, тоже можно палочку поставить, да, вот здесь вот, что-то измеряется, как бы, в начальном состоянии, если invariant связан с начальными значениями. В данном случае invariant не связан с начальными значениями, invariant связан только ли с конечным значением и с аргументом самой функции, да, то есть еще раз сюда смотрим, и сюда, и сюда. Значит, он ничего не делает, как бы, да, кроме того, что просто присваивает одно другому, поэтому нам не нужно начальное состояние name, и нам нужно только конечное состояние и аргумент самой функции каста. Ну, вот, собственно, вот эта штука порождает нам кусочек нашего контекста. Вот она, значит, сделала вот какие-то начальные состояния, дальше она сказала, что вот у нас есть результат ex-stated, который уже после выполнения, который называется L1, видите, вот как назвали, так и написали, и она измерила, и она измерила вот этот name на состояние L1. Ну, через вот такое, ну, достаточно длинное вычисление, которое, ну, не важно, что оно значит, это читать нужно так, что это значение переменной name в состоянии L1, да, то есть, ну, у нас есть функция s-reader, который применяется вот к правому, к правому, к правому, к правой форме, да, к правой форме name, у него есть правая и левая формы, соответственно, в левую можно писать, в правую можно читать. Вот, и дальше мы, собственно, запускаем wall state, как привычно, на состояние L1, и дальше, как вот, собственно, согласно диаграммике, делаем из этого to be. И таким образом name имеет значение string, несмотря на то, что он пока шел вот отсюда сюда, прошел, наверное, четыре разных типа, вот, но, тем не менее, эти типы так друг друга все преобразовались, и в итоге мы получили string, и теперь мы можем написать заключение этой лемы, заключение этой лемы сближается просто в том, что этот name равен, ну, вот, кон, это conclusion, собственно, это лема говорит нам о том, точнее, это не лема, это ее заголовок, да, это заголовок это лема говорит нам о том, что этот name, полученный, полученный в состоянии L1, так и действительно равен той переменной, которую мы сюда передаем. Ну, вот, таким образом мы написали спецификацию, да, ну, вот, спецификацию, это пока еще не доказательство. Это просто, видите, у нее t-probe, это просто свойство, которое мы можем потом доказать. Это свойство, которое мы можем потом доказать. Это пока просто задание самого свойства. Вот здесь вот дальше есть его догадательство, в автоматизированном виде, вот, но мы посмотрим что-нибудь еще. Сейчас, значит, давайте посмотрим, вот, например, на функцию transfer. На функцию transfer, вот, нет, ладно, давайте посмотрим на функцию mint, сначала. Значит, посмотрим на функцию mint, и здесь чуть-чуть поинтереснее, здесь есть, ну, как тоже две строчки, но как раз про то, когда нам важно для заполнения нашего n-варианта значения какой-то перемены, как в начале вычисления, так и в конце вычисления. И вот у нас, ну, точно такая же конструкция, exx0 над состоянием ln, в котором мы измерили, да, балансов в состоянии l1, в котором мы тоже измерили балансов. Вот, ну, и вот она у нас породила какие-то конструкции, вот она породила балансов, балансов штрих, которые отличаются только тем, на каких состояниях происходят эти измерения. Значит, ну, и дальше в качестве заключения мы хотим сказать, что если речь идет про баланс, то она увеличивает баланс по индексу ту на величину и маунт, а также она увеличивает total supply на величину и маунт. Поэтому в частном свойстве про баланс мы могли бы, конечно, измерять и total supply тут и писать результирующий conclusion через, не знаю, через конъюнкцию. Но мы так не делаем. В общем-то, для того, чтобы не повторять полностью саму функцию, а брать, например, только какие-то отдельные кусочки, потому что, я приснил тут несколько моментов, вообще говоря, вот это вычисление, которое происходит внутри красной функции, оно может быть достаточно громоздким. Там много переменок, что-то к чему-то присвоили, что-то к чему-то вычли, что-то к чему-то прибавили. И в действительности зачастую очень важно, например, последить за одним-двумя переменами состояния, и они могут ускользать от глаз, когда вы смотрите на громоздкие вычисления, и поэтому очень удобно взять и вытащить. Дай сказать, ну, конкретно про эту величину я сейчас что-нибудь докажу. Вот. И, собственно, вот эта методика, вот эта схема позволяет это сделать. То есть мы берем и говорим, да, вот мы доказываем только про баланс. Все остальное нас, в общем-то, не волнует. И, ну, пока, да. То есть это как бы частное свойство, ну, большого-большого расвернутого списка спецификаций, которые обычно функции продаются. Ну, вот это одно из них, собственно. Ну, и вот, собственно, доказательства пока пропустим. Вот. Значит, посмотрим на другое свойство. Оно выглядит точно так же. Вот. Но только за тем исключением, что мы измеряем total supply. Точно так же, как здесь мы измеряли баланс. И писали, что баланс по индексу to равен, баланс штрихованный, да, по индексу to равен результату прибавления amount к балансу по индексу to начальному, да. Балансов без штриха это начальное, с штрихом конечное. И, ну, XM+, это просто операция, причем здесь не плюс написано, потому что это не совсем число. Это почти число, но они просто поддерживают конечные битные представления. Вот мы даже не будем об этом говорить. Но вот это XM+, это универсальная операция сложения, которая, ну, для чего я задал ее, для того она и, ну, type class, да. Помните, я рассказывал, что вы можете задать type class и сказать, что у вас есть набор каких-то типов, для которых есть операция сложения, и она для разных типов по-разному определяется. И здесь вот она такая универсальная. Можно было сделать аннотацию в виде плюсика, но она там завита там миллиардом других аннотаций. Вот. Поэтому, ну, не очень красиво, но тем не менее, понятно, что здесь написано, в общем, и сложение двух объектов. Ну, и здесь точно так же, точно так же выглядит эта штука. Значит, мы измерили total supply в начальном состоянии, вот, без штриха, и со штрихом в финальном состоянии, и пишем, что total supply в финальном состоянии равен результату сложения. Очень просто. Вот. Но просто, ну, не просто, да, потому что мы, на самом деле, за счет вот этой методики мы можем вычленять, да, вычленять важные куски состояния из контракта и писать спецификацию только-только про них, да, только про них. Мы не обязаны вот в этой методике тянуть за собой, что эта функция сделала и это, и то, и сё, там, и это поменял, и это, там, ещё. Вот. Это мы можем не писать, потому что это написано в экзеке. Вот всё вот это, то, что я говорю, вот, все полностью, вот эта формула, которая полностью задает спецификации функции, да, это мы, в общем-то, её экзек. Ну, ну, они, ну, они бывают иногда настолько большие, что, ну, вот, как бы, понимаете, их написать руками, ну, достаточно тяжело, да, и толку от этого не очень много, вот, но по большому счету, да, по большому счету, если отвечать на вопрос, да, полной спецификации, там, декларативной, функциональной спецификации какой-то функции, это её экзеки. Но толку от них, как бы, не очень много, вот, да, поэтому мы их не пишем, а генерируем. Это очень важно. Ну, вот раньше, несколько лет назад, мы их руками писали, вот, и тогда, по сути, мы другими словами просто описывали ту же самую функцию, записав полностью её в алый экзек. И если мы её доказали, то, ну, вроде как, поскольку мы по-разному это сделали, вроде как и хорошо. Но в действительности это очень ненаглядно. Это очень ненаглядно, и, ну, очень сложно, так сказать, работать с такими термами, потому что, ну, там, в общем-то, всё то же самое написано, ещё и на КОКе. Вот, поэтому, поэтому вот частные спецификации, частные спецификации, они, в некотором смысле, более наглядны, на полноту они и не претендуют, но зато полная спецификация у нас всегда есть, она является автосгенерированной, и мы можем её использовать ровно так, как нам интересно. Можем брать от неё кусочки, можем брать какие-то проекции, можем брать какие-то комбинации этих кусочков, в общем, что хотим, то и делим. Да, то есть здесь можем, вот здесь в конклюзии можно писать любую формулу от любых переменных, которые мы на разных этапах поизмеряем. Вот, значит, с этим всё понятно, давайте посмотрим на трансфер. Да, что-то я немножко не успеваю, значит, не буду тогда пояснять, значит, всё, начало то же самое, вот, но, значит, давайте внимательно посмотрим вот на эту функцию трансфер и попробуем прикинуть её спецификацию. Кажется, да, что кажется, что функция трансфер на самом деле просто отнимает amount в одном значении хешмапа и добавляет тот же самый amount в другом значении хешмапа. Ну, отлично. Вот, и поэтому первое, что приходит в голову, когда пишется спецификация хешмапа, ой, когда пишется спецификация трансфера, это типа написать, что значение баланса по индексу MSG Sender увеличилось на amount. Ну, то, что написано на 23 строчке. Но такое свойство является неверным. Такое свойство является неверным, потому что, ещё раз смотрим, потому что если, например, recipient и MSG Sender совпадают, а здесь нету никаких ограничений на это, то после взаимного вычитания и прибавления значение баланса, конечно, MSG Sender ни на что не уменьшается, а просто остаётся таким же. Вот, поэтому это довольно забавный факт, о котором, ну, легко забыть, о котором легко забыть, и у вас тогда, да, то есть в общем случае, у вас, конечно, такое свойство доказать будет невозможно, да, поскольку строгая система, то она его не докажет. Поэтому мы, значит, добавляем это свойство в эту спецификацию, пишем явным образом, что условием выполнения, да, кондишеном выполнения вот этого свойства является неравенство значения MSG Sender и recipient. Ну, и вот здесь, собственно, все эти измерения они уже прошли, да, это вы уже знаете, что такое, и последняя операция тоже знает, что такое. Вот, значит, соответственно, вот это свойство является очень-очень-очень важным, потому что без него, без него вы не сможете вот это доказать. Более того, давайте посмотрим на второе свойство сендера, на второе свойство баланса сендера. То же самое всё поизмеряли. И теперь, да, ну, то есть, ну, мы же хотим что-то полное написать, поэтому давайте предположим, что MSG Sender равен recipient. Ну, и казалось бы, и казалось бы, если MSG Sender таки равен recipient, то его баланс сохраняется. Но это неправда. Вот, опять, это опять неправда. Вот, потому что, потому что если мы, например, работаем в системах, которые не падают на Underflow, да, то есть, ну, есть системы, которые упадут на Underflow, когда вы из трёх вычтете пять, у вас система просто упадет, но есть, есть, есть флажочки компилятора там, и вообще довольно часто из трёх можно вычесть пять совершенно спокойно и получить ноль. Вот, и поэтому если значение amount, например, больше, чем текущее значение вот здесь вот в балансе, да, то и эти объекты равны, то после вычитания amount в первом случае получится ноль, а после прибавления amount получится amount. И таким образом это вовсе не то, что было с самого начала. То есть, с самого начала было три, вычли пять, прибавили пять, стало пять, да, то есть, и мы таким образом ещё и нарушим глобальный вариант. Вот, поэтому вот эта реализация контракта, вот эта реализация контракта трансфер предполагает, да, что вот эта операция упадёт просто на случай, если вычесть нельзя, да, и для этого я написал вторую реализацию, трансфер штрих, которая, типа, явно require стоит на это свойство, которая гарантирует то, что вот эта функция не будет выполняться, если баланс не, если баланс меньше-меньше, чем значение amount, да, и про это, и вот вообще говоря, мы должны очень чётко понимать, в каких системах мы работаем, которые допускают падение при endoflow или которые не допускают. вот, значит, вот, поэтому наша система не допускает, в смысле, да, она не падает, вот, поэтому мы явным образом выписываем, выписываем вот это на 58-й строчке, мы явным образом выписываем, что начальное значение баланса по индексу MSG-сендер таки больше, чем мы, больше ли правильно, чем мы можем. И тогда это свойство докажется, а если мы этого не напишем, то оно не докажется. Оно не докажется, и это будет, ну, как сказать, неправильная спецификация. Неправильная спецификация, и мы это увидим, что данная функция ведёт себя не так, как написана спецификация, потому что мы такое свойство не сможем доказать. Вот это свойство мы можем доказать, вот, и, ну, здесь вот уже последнее свойство, одна минута осталось, оно похоже на предыдущее, но только оно уже теперь проресипиента. Оно теперь уже проресипиента, и мы хотим, наверное, знать, да, что в результате выполнения этой функции не только сендер потерял свой amount, но и ресипиент его вот эти получил, вот, ну, и это свойство, опять-таки, тоже требует вот этого утверждения, да, потому что, опять-таки, если они равны, то всё не так, да, если они равны, то вот это скорее вот здесь вот, вот это лима, да, потому что здесь, если они равны, то неважно, да, про кого, про сендер или ресипиента, вот, и здесь всё зависит от того, смогли мы вычесть изначально или не смогли, вот, потому что, ну, как бы, мы должны не смочь, мы должны не смочь, поэтому мы либо работаем гарантированных системах, которые упадут, либо мы пишем явно require, либо мы пишем явно require, который гарантирует нас от того, чтобы мы не начали вдруг случайно вычитать из 3-5 и получать 0. Так нельзя. Ну и это свойство записывается точно так же, только ну только при recipient. Мы пишем, что значение баланса recipient в штрихованном оно увеличилось на M-A-U. Вот. И совершенно аналогично пишется свойство для transfer from, только там вместо MSG sender выступает просто sender. Там выступает просто sender и ну это еще поподробнее поговорим и объект aloans объект aloans объект aloans соответственно уменьшается тоже на значение amount. Значит это можно посмотреть в transfer from действительно происходит чуть больше изменений в состоянии. То есть все то же самое, что в transfer, но за исключением замены MSG sender на sender все то же самое, но только еще aloans уменьшается на amount. Ну и опять-таки здесь все те же самые свойства про арифметические операции мы тоже должны учитывать, что либо мы упадем, если пытаемся вычесть из меньшего значения больше, либо мы явным образом напишем require. Ну и поговорим об этом еще чуть подробнее, может быть в следующий раз, когда будем доказывать, но для, сейчас я уже заканчиваю, для свойств, которые для функций, извините, для функций, которые содержат в себе require или любые другие падающие операции, мы обязаны написать условия их выполнения или условия их падения, да, и для этого существует другая конструкция, которая является не EXEC 0, а является утверждением о падении, да, которое вы другие следующим образом, то есть она называется ER, и мы говорим о том, что, ну вот то же самое все, ну так у нас нету финального значения, это по сути условия на запуск функции, да, это условия на запуск функции, мы говорим, что вот наша функция transfer strip, ну помните, я ее вам показывал, она с require, она с require, мы говорим, что эта функция упадет тогда и только тогда, когда собственно не выполнено условие require, ну это собственно здесь не написано, что вот мы явным образом выписываем условие require, как бы на уже измеренных значениях и говорим, что результат, что условия падения, условия падения, conclusion, это тогда, когда собственно этот require не выполнится, ну и собственно дальше уже происходит доказательство этих, этих свойств, которые мы будем рассматривать в следующий раз, ну заодно еще немножко поговорим, наверное, о структуре спецификации, поймем, для чего нам были нужны вот эти condition'и все, в какой момент вот эти, в какой момент мы их всех применяли, и почему бы у нас ничего не получилось, если бы мы их сюда не написали. Это уже будет выяснено только уже при документации. Все, на сегодня все, спасибо большое за внимание, буду рад ответить на вопросы. Андрей, спасибо большое, спасибо всем слушателям, если есть вопросы, то задавайте, если нет вопросов сейчас, то пишите их в комментариях к посту, ответим на них на следующей лекции. В записи лекции будет выложена в плейлист на YouTube, материалы лекции на GitHub, обе ссылки есть в анонсе к лекции, и в следующий раз услышимся в пятницу в 19.00. Да, все так. Да. Ну вот, с вопросами не спешат, тогда будем ждать их в комментариях и ответим в следующий раз, видимо. Да, всего хорошего. Да, всего хорошего, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok